Мы пока начнем, откроем нашу встречу по повестке дня и потом к нам присоединится Виктор Сергеевич с администрацией. Они сейчас обсуждают как раз вопросы изменения границ в связи с вашими многочисленными обращениями по улице Лесной, Молодежный переулок. Но вы понимаете, вопрос очень серьезный, поэтому встретились как бы две администрации, поэтому давайте начнем нашу встречу с жителями по повестке дня. Я заместитель главы управы района Восточного Луканова Ирина Геннадьевна по социальным вопросам, организационно-потребительский рынок и услуги. Весь этот комплекс, если у вас какие-то вопросы, в ходе проведения нашей встречи я готова на них ответить. Только давайте говоримся о регламенте. Мы сначала с вами пройдемся по повестке дня. Тема нашего сегодняшней встречи это выполнение программы комплексного развития района Восточной. Мы поговорим об итогах. Потом готова ответить на все ваши вопросы. И уже по сложившейся традиции, если у кого-то есть индивидуальные вопросы, после встречи мы готовы на них ответить. Можно я поставлю на телефон? Да. Я вам отправлю уже на электронную. Вы посмотрите. Контактные телефоны хотя бы для связи. Слово предоставляется Курскому Игорю Анатольевичу. Он нам расскажет о соблюдении пожарной безопасности в зимний период. Игорь Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые жители района Акулова. Приятно всех вас видеть сегодня здесь. Это уже не первая наша с вами встреча. Все меня знаете. Но я еще раз представлюсь. Я начальник районной пожарной части МЧС 46, Курский Игорь Анатольевич. Мне бы хотелось бы что до вас довести. Ну, как обычно, в конце года мы подводим небольшой итог по работе структуры МЧС. В этом году наш район выглядит достаточно хорошо по количеству пожаров и загораний. Но я имею в виду общий район. Ваш, Акулы, вы вообще, можно сказать, в лидерах в хорошем смысле слова. И в связи с наступающими новогодними праздниками, я считаю, что это, наверное, один из самых лучших наших праздников в стране. Новый год, Рождество и тому подобное. Сейчас дети пойдут на каникулы. Я не ошибаюсь, и уже ушли на каникулы. У меня просто взрослый сын, я не знаю. Ну, скоро уже, да? Ну, утренники уже начались. Понятно. Я бы хотел, что сказать. Как правило, в этот период, вот в этот новогодний период, значит, увеличивается число травмированных детей. И непосредственно, значит, вот эти травмы, они происходят из-за чего? Это в основном петарды. Вот, это когда дети остаются без контроля, на улице, ну, прекрасно понимаете, да, что-то интересное. Пошли где-то, что-то нашли, подожгли. Пыхнуло, и в итоге глаза или ожоги. Ребенок все свои веселые дни каникулы проводит в больнице. Поэтому я бы хотел, чтобы, ну, у всех есть и дети, и внуки, вот, как бы с этого стороны вы бы повнимательнее отнеслись к нашему будущему поколению, чтобы дети наши хорошо провели эти новогодние праздники, и не было никому обидно за то, что что-то случилось. Ну, вот, в прошлую нашу встречу, значит, задавались вопросы по поводу создания добровольной пожарной команды у вас в районе. Значит, что я вам хочу сказать, значит, дело сдвинулось. Вот, по последней информации, завтра уже поедут подписывать документы о передаче, вот, дома 24, да, дома 24, вот, этого строения, под помещение добровольной пожарной команды. То есть, будем надеяться, что все-таки в ближайшем будущем у вас в районе будет она воссоздана так, когда она у вас и была здесь. Конечно, это будет небольшая часть, это будет всего лишь одна машина здесь стоять. Ну, вам, в принципе, здесь больше и не надо. Машина будет с большим количеством воды здесь находиться, поэтому, я думаю, мы ваш район со стороны пожарной безопасности перекроем полностью. На этом, наверное, у меня, в принципе, все. Если все, у вас какие-то вопросы, там, пожалуйста, я отвечу. Скажите, пожалуйста, а вот принимался закон о том, что до разного Нового года не разрешают петардов продавать и ими пользоваться? Вот, в спокойствии жителей, потому что разное... Значит, я вам могу сказать, такого, как бы, федерального закона, его нет. Есть постановление правительства города Москвы. Продажа петардов, она разрешается также в определенное время, в определенное время. В определенных... Она не запрещена. Не запрещена. Она разрешается в определенное время, это как, допустим, елочные базары, либо в определенных точках, которые сертифицированы, где они могут продаваться круглый год. Но, я не знаю, наверное, Виктору Сергеевичу скажет, на данный момент, значит, определены места, где можно запускать эти петарды. То есть, вот, не разрешается запускать их в жилом массиве, будем так говорить. Не разрешается. У вас тоже должно быть отъедено место определенное, куда люди могут пойти спокойно в новогоднюю ночь, спокойно запускать петарды, извините. А другие люди будут спокойно спать и не думать о том, что что-то влетит к ним в форточку или на балкон попадет. У нас даже школьники идут из школы и взрывают. Особенно, когда вот кто-то идет, они, знаете, это вот многоразовые такие петарточки-другоды, которые... Я понял. Пищат, летят там. У меня бабульки какой-то, это очень... А у нас между домами, что творится, это ужасно. А им весело, школьникам. Когда бабулька там чуть-то не инфаркт получает, что у нее там под ногами крутится. Ну, видите, как это... Я опять же хочу сказать, ну, дети, они вот... Я с этого начал. Дети, они неконтролируемые. Люди такие у нас, что трудно ловить, поймать его там. Я могу, допустим, вам просто пример привести. Это было 4 года назад в районе Восточной непосредственно. С 31-го на 1-е число петарда влетела в библиотеку прям, никуда-нибудь, в библиотеку школьную. Школа 6-6-4 на главной 13. У нас новогодняя ночь, 2 часа ночи. А там никого нет? А там никого нет. Охрана на 1-м этаже находится. И вот просто хорошо, что буквально в этот момент горел еще черкизовский рынок, в этот момент. Вот просто мои машины оттуда уже возвращались. То есть буквально они подъехали после поступления сообщений, там, через 2 минуты. Но, хочу вам сказать, уборки было очень много в этой школе. Поэтому я вот и призываю, что, ну, идете по улице, видите, вот такое, ну, нельзя назвать безобразие или как-то. Ну, видите, вот такое там непослушание какое-то детское. Ну, отдерните лишний раз. Сделайте замечание. Хотя я понимаю, что это тяжело. Сейчас дети у нас такие, что мало не покажутся. Ну, что сделать, к сожалению, здесь уже ничего поделать нельзя, как бы. Это уже, я всегда говорю, что культура, вот как говорят, не... Ну, от родителей немного зависит, чтобы работа родителей. Я же в самом начале сказал, говорю, это вот наша с вами работа с ними. Если будут они бесконтрольными, так и будет. Если будут их хотя бы контролировать, значит, будет все более-менее гладко и спокойно. Это вот к вашему вопросу, если так вот. Еще будут какие-то вопросы? А мой вопрос, как раз по этому, вот, там, родители, да, виноваты родители, чтобы... Я не говорил, что виноваты родители. Я бы не раз. А вы, вот как представители МЧС, скажем так, перед школьными каникулами, пожалуйста, встречи со школьниками и, пожалуйста, поговорите с ними. У БЖ как бы проходит на каждом уроке, там, дети знакомятся, что такое глупо, что такое хорошо. Значит, я понял вас. Я вам отвечу на ваш вопрос. Наша структура делится на две ветви. Это те, кто тушит и спасает, и те, кто проводит профилактическую работу. Вот я непосредственно отошусь к тем, кто тушит и спасает. А есть еще инспекторский состав, который обязан посещать... Мы вашу просьбу обязательно направим представителя 448-ю школу на... и с Ниной Владимировной проговорим, обсудим это время. А вообще-то перед новогодними каникулами он должен был посетить школу. Куратор всегда приходит. Обязательно. Еще есть вопросы? Вопросы еще к Игорю Анатольевичу нету. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Значит, второй вопрос нашей сегодняшней повестки, это вопрос обеспечения общественного порядка на территории района Восточной. Докладчик, начальник ОМВД России по району Восточной города Москвы Андрей Иванович Балачин. Так, слово предоставляется Андрею Ивановичу. Не так давно он приступил к исполнению своих обязанностей в должности начальника нашей полиции и уже присутствовал на наших встречах. Андрей Иванович, пожалуйста, красная информация. Здравствуйте. Назначен на должность буквально полтора месяца назад. Знаю о тех проблемах, которые стоят в связи с большой удаленностью вашего района, от района Восточной непосредственно. Есть проблемы определенного рода. Нет у нас одного участкового полномоченного. Значит, принимаем меры сейчас. Организовали прием пока два раза. К сожалению, два раза в неделю только. По средам и субботам у нас в опорном пункте принимает ответственный руководитель. Так как у участкового полномочия на отсутствие. Это первичные меры, которые были приняты буквально на последние недели. В связи с теми обращениями граждан, которые поступили в мой адрес. Что я могу сказать? Проблем очень много. Возьмем участкового полномочия. Обеспечим постоянный милицейский контроль на вашей территории. Все, что могу пока вам обещать. Скажу так, откровенно, до конца еще не разобрался. Район очень сложный. В вашем районе я вообще первый раз вот так получил, что у меня за это время не получилось сюда ни разу доехать. Вот только сейчас приехал навстречу. Но я думаю, что я здесь буду периодически бывать, постоянно. Также принимать и вникать в ваши проблемы, пытаться помочь. Ну, наверное, все. Если есть вопросы, я также готов ответить на любую. Можно на вопрос? Конечно. А скажите, пожалуйста, вы участкового будете планировать брать с поселка Восточного суда? Или может быть есть такая возможность? У нас же милицейский состав практически в поселке есть. Пускай это даже будет пенсионный возраст. Почему нет такой возможности? Человек, который здесь как бы проработал, он знает все население. Почему, ну, я не знаю, клич или не клич, может быть, какой-то, что-то в этом роде. Почему я это не отдуваю? Мы всегда знаем, что Евгений Пианистин до 70 лет был участковым. Почему нет? Я полностью поддерживаю эту женщину. Почему? Потому что действительно на пенсию уходит рано. У нас есть очень уважаемые люди. Вот в моем доме живет человек, он подполковник, и также тоже не на пенсию. Почему бы, так сказать, не надо выделять живлощадь, ничего? Почему не дать нормальный отлад, и человек живя, зная население? Было бы больше пользы, чем нежели вы откуда-то приведете человека, который ничего не знает. А у нас, в принципе, медицинский, можно сказать, поселок. Ну, у меня вопрос понятен. Я на него отвечу следующим образом. Процесс восстановления уволенных сотрудников, он, мало того, что длительный, он практически невозможен. Уволенные сотрудники по выслуге лет не восстанавливаются, органы внутренних дел. Первый, вот ответ на ваш вопрос. Далее, по поводу того, что участковый пришлый, не пришлый. Участковый, прежде всего, должен обладать определенными качествами профессионально. Должен быть компетентным. Компетентным, в первую очередь. Но если он у нас ушел, вот, допустим, в моем доме живет... Можно я на один вопрос отвечу, а потом и на остальные... Вы считаете, что подполковник, проработав столько лет, он что, не в состоянии работы, что он учится? Давайте я еще раз вам отвечу. Есть 342-й федеральный закон, который регламентирует порядок прохождения службы, принятия на службу и увольнения из органов внутренних дел. Вот, в соответствии с этим законом, лица, выслужившие до предельного возраста, они не подлежат восстановлению на службу. То есть эти люди, они не могут исполнять функциональные обязанности сотрудников органов внутренних дел. Уберлась первая. А можно тогда... Тогда, хорошо, если уже ушли, там, они же рано, да, на пенсию, тогда вот смотрите, все равно у нас есть и молодые, которые, как бы, обслуживают территорию Мосводоканала, да, еще более молодые, и им до пенсии тоже далеко. Они же точно так же оканчивают или... Если у вас есть эти кандидаты, направляйте их ко мне. Я приму их в любой день, в любое время. Но, опять же, к ним предъявляются определенные требования. Это, первое, наличие высшего образования, офицерское звание, высшего образования, юридического образования. Потому что человек, облеченный правами участкового полномоченного, решает процессуальные вопросы. Он уполномочен возбуждать дела, уголовные дела в частности, дела в административных правах, нарушениях, принимать решения, накладывать штрафы и так далее. Этот человек, участковый полномоченный, это человек высочайшего профессионального уровня в органах внутренних дел. Это человек, который знает, умеет все. Эти люди со стороны не берутся, понимаете. Они очень долго обучаются и растут. А так, назначить оба кого, чтобы просто милиционер сидел, заявление принимал. Это неправильно, этого не будет. Здесь будет нормальный, компетентный участковый. Да, слушаю вас. Николай. Андрей Иванович, меня зовут. Андрей Иванович, значит, абсолютно понятно то, что вы сказали, что пока еще не уникли в суть наших проблем. Недосуг там на Восточной, рядом Балашиха. Вот, много проблем. Но нам, конечно, больны и наши проблемы. И у нас участковый должен жить здесь. Только так он может решать проблемы. Это аксиома. А приезжать, вот как приезжал. Ну, я так думаю, что в будущем мы не увидим бывшего нашего участкового. К счастью для нас. Я хотел бы вам сказать. У отделения этого, которое вы приняли, очень печальная память и след печальной вокруг. У нас посажены два молодых человека, не за что. Причем один, Дементьев, Олег. Безумно жалко погубили человека. Бог есть, он просит всех следователей, которые его посадили. Значит, человек, Боже, коробку не обидит, а на него повесили два убийства. Я великолепно знал его родителей и знал его, и детства. Посадили еще парк в матросской тишине. Я не знаю, насколько вы информированы, что матросская тишина даже через урок, через урок славится от матросскими. Извините, пожалуйста, но это... Я вам к чему. Вы приняли тяжелое наследство. Очень хочется, чтобы вы навели порядок там следствием, людей, которые к нам приезжают. Ко мне лично в два часа ночи звонили. По поводу того, что я за две недели до этого звонил в отделение, вызывал у меня хулиганили. Мешали спать. И мне тебе отморозки следователи сказали. Ну, ты-то у тебя ума хватило на два часа ночи звонить? Вот мы и приехали к тебе два, чтобы ты знал. А когда это было? Ну, это было еще во времена главы управы Паташова. Геннадий Ильич... Я скрытил из головы начальника отделения. Я знаю, о чем говорю. Геннадий Ильич, я вас попрошу, вы задавайте вопрос. У нас новый начальник полиции. Конкретный вопрос, у нас время регламентировано. Я конкретный, говорю, вопрос, и не надо меня перебивать или сбивать. Я просто-напросто обращаюсь к новому начальнику, что он за своими людьми, которые приезжают, следил не так, как... Завьялов был начальник отделения, милиции. Ну, Завьялов уволен, он будет что-нибудь. Вот теперь я знаю, что хорошо. Многие там у вас уволены. Хайков посадил человека ни за что. И ходил у вас в лучших участков. Так хотелось бы, чтобы здесь был человек, за которым присматривали, он знал, что руководство за ним смотрит. И чтоб он действительно работал. Вот это наше пожелание. Претензий к вам, конечно, никаких нет. И все-таки на грей быть не может. Хочу обратить внимание, опорный пункт ваш. Вот Погорелов сидит, я отболтал язык, ему говорит, там постоянно машина на газоне стояла. Все лето стояли, не первый год. Участковый. Ирал Дугину показывал. И они так и стоят. Закон приняли. 5 тысяч. Обогрейте этих нахабов. Раз, два, и что это закончится? Покажите власть, которая у вас есть. Будет участковая полномочия назначена, все будет в порядке. Я думаю, мы... Я надеюсь. Будете ходить. Я надеюсь. Вопросы к Андрею Ивановичу есть по охране общественного порядка? Спасибо большое, Андрей Иванович. Спасибо. Ну, поскольку у нас... Да, пожалуйста. А что праздники планируются? В смысле? Ну, праздники все-таки... День будет, это праздник на Европу. Вы имеете в виду праздничные мероприятия для детей или... Охрана. Охрана. Ну, вы же прекрасно понимаете, вот я просто в дополнение к Андрею Ивановичу, что у нас тяжелейшая ситуация складывается и в праздники, и вообще в субботу, и вообще всегда. Да, поскольку если наряд высылается из нашего отдела к вам, то у нас поселок остается, так сказать, неохваченный полицейскими силами. Правильно я понимаю, Андрею Иванович? Совершенно верно. Но это не значит о том, что вы будете оставлены на произвол каких-то хулиганов, вызываете милицию, не дай бог, и все равно рейды патрулирования в новогоднюю ночь все равно, наверное, предусмотрены в Акулова, да, Иванович? Ну, что-то будем думать. Конечно, поскольку, ну, серьезнейшие вопросы иногда возникают. Но я надеюсь все-таки, что мы тихо, спокойно встретим 2014 год без всяких приятностей, тихо по-семейному. Кто-то будет петарды запускать в лесу Московской области, а вы вечером выйдете погулять. Вопросы еще есть к Андрею Ивановичу? Нет. Спасибо большое. Поскольку рабочая группа у нас еще заседает в Московской области, разрешите мне рассказать вам о тех задачах, которые были выполнены в 2013 году в области социальной защиты населения. Я знаю, что некоторые были вопросы к Виктору Сергеевичу по вопросам работы нашей маршрутки, которые ходят в среду. Были жалобы со стороны жителей, что ездит много социальных работников. Я разговаривала с Райсой Васильевной, заведующей филиалом, то есть начальницей непосредственно этих соцработников, и с котельником Любовь Петровиной, которая непосредственно в Акулову курирует этих специалистов. Меня уверили, что это был единичный случай, было единственное совещание. У них тоже произошла небольшая реорганизация. И мы договорились, что все-таки одно место мы будем выделять в нашей социальной маршрутке, и они будут строго контролировать. Если действительно эти случаи будут повторяться, я прошу вас звонить в управу, значит, мне и я буду по каждому случаю с ними лично разбираться. Хочу вам доложить, что в 2014 году депутат Муниципального Совета депутатов приняли решение о выделении денежных средств на сохранение маршрутного такси по средам. К сожалению, у нас сейчас меняется вся система конкурентных процедур. Поэтому хочу вас предупредить, что, может быть, первые две недели в январе месяце у нас будут какие-то изменения. Но мы обязательно о них сообщим, поскольку изменяется закон, каким образом мы можем нанимать ту или другую фирму для проведения тех или иных работ. Также хочу вам доложить о том, что мы вышли с инициативы в экспертную группу о создании маршрута поселка Акулова в поселок Восточный, поскольку все-таки считаем целесообразным, чтобы три раза в неделю ходил автобус из поселка. Но поймите, мы вышли с инициативой. Ответ тому еще пока он находится на рассмотрении. Мы дали свое предложение, что самый оптимальный вариант – это отсюда уходит автобус, приходит к нам Восточный, три часа вы обходите наше учреждение, больницу, МФЦ, то есть сделайте все дела, которые вам нужны в соцслужбе, и он привозит вас обратно. Это будет, вот это расписание, мы просчитали, будет более рентабельно, потому что каждый день, ну, к сожалению, мне кажется, не будет воспользовано. А выделение еще денежных средств… Ну, вы знаете, давайте попросим побольше. Вот, ну, СИИ от нас не зависит. То есть, как только от нас запросили наше предложение, мы тут же направили предложение, согласовав их с Советом депутатов. То есть, а дальше они уже будут смотреть. К сожалению, мы не можем провести, мы не специалисты, вот это экспертные процедуры, там, дороги и так далее. Нам должны дать конкретный ответ. Но мы с этой инициативой вышли, чтобы нас поддержали вот именно вот этим маршрутом. Причем мы тоже разговаривали с автокольцом, который обслуживает нашу организацию, да, наш вот этот маршрут Акулово-Восточный. И если откроется маршрут официальный, вот, да, вот автобус там 716-й А, допустим, то он может быть потом передан для эксплуатации, допустим, в автокольцо. Ну, где-то удобно, где-то неудобно, я не спорю, чтобы автолайн возил за деньги. Ну, кто-то из вас может ездить на автобусе, кто-то может ездить и в автолайне. Я не захотел, товарищ, зайти. Вот, поэтому вот этот вопрос с нами прорабатывается. А теперь разрешите доложить мне о тех задачах, которые мы выполнили в 2013 году. Всего в районе Восточного у нас проживает житель пенсионного возраста 3040 человек. Из них неработающих пенсионеров 2310 человек. Из них ветеранов войны 158, участников 20. Инвалидов в районе в общем 1418 человек. Основной задачей права района в области социальной защиты населения было и остается оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны одиноко и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, семьям, которые имеют несовершеннолетних детей, и другим жителям, которые оказались в трудном материальном положении, которые самостоятельно не могут решить эту проблему. И мы в каждом конкретном случае смотрим документы, разбираемся и по мере возможности оказываем материальную помощь. Значит, в 2013 году у нас было выделено 400 тысяч рублей для оказания денежно-материальной помощи. Она была оказана 43 жителям льготных категорий, 7 участникам ветеранам ВОВ, вдовам умерших участников ВОВ, 20 неработающим инвалидам, 9 одиноко проживающим пенсионерам и семьям с несовершеннолетними детьми. Также оказание материальной помощи у нас производилось в виде приобретения товаров длительного пользования. На эти цели у нас было израсходовано 241 тысяча рублей. Закуплено 5 холодильников. Но я повторяю, что все товары длительного пользования, материальная помощь, она оказывается по решению межведомственной комиссии строго определенным группам лиц. 5 холодильников, 5 стиральных машин, 2 телевизора, 1 компьютер, 1 газовая плита. Хочется отметить, что социальные работники, которые работают у вас в поселке Акулов, очень активно работают со своими подопечными. И все потребности, которые были в 2013 году, среди этой группы населения, мы постарались выполнить. Был произведен ремонт в трех квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. И в одной квартире, как раз у вас здесь в Акулов, одиноко проживающие инвалиды второй степени. Второй группы, извините. Также у нас было организовано оказание бытовых услуг. Это химчистка, ремонт обуви, перехмахерские услуги, услуги бани. Значит, было предоставлено льготным категориям жителям транспортное обслуживание Акулова, Восточного Акулова. Еще раз повторяю, в 2014 году у нас сохранится еженедельное транспортное сообщение. Единственное, что с принятием нового закона 44-го, поскольку меняется порядок конкурсных процедур, если будут какие-то изменения в графике, мы обязательно вас проинформируем. Также у нас производилось оказание материальной помощи в виде предоставления продуктовых наборов. Здесь мы тесным образом работали и с первичной организацией Совета ветеранов, с Михаилом Ивановичем Пучковым, и с активом многодетных семей. У нас были организованы персональные поздравления президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия и 95 лет. Всего жителям района Восточного, в том числе и в Акулову мы приезжали, было поздравлено 15 жителей. В районе у нас проживает 72 многодетные семьи, 170 малообеспеченных семей. Что хочется отметить в преддверии... Ну, Геннадий Ильич, он разговаривает, да. Значит, что хочется отметить по поводу статуса малообеспеченных семей. Те родители, которые оформляли заявку на организацию летнего отдыха детей, понимают, что только получение ежемесячного пособия 800 рублей дают право на приобретение бесплатной путевки в летний лагерь. Та же самая ситуация, такой же самый порядок у нас складывается и в зимней кампании. Единственное, что зимняя кампания иногда начинается 28-27 декабря в зависимости от категории лагеря. Но, к сожалению, порядок один, если ваш ребенок воспользовался бесплатной путевкой в 2013 году, следующую путевку он может получить только начиная с 1 января 2014 года. То есть вот такой, к сожалению, у нас порядок. Ко дню семьи у нас было вручено 20 комплектов постельного белья малообеспеченным семьям. Также мы активно поучаствовали в акции «Соберем детей в школу». 13 первоклассникам из семей льготных категорий малообеспеченных были вручены портфели с полным набором школьных принадлежностей. Что хочется отметить по поводу проведения праздников. У нас было четкое разделение с муниципалитетом. Сейчас это называется администрация муниципального округа Восточный по поводу проведения массовых культурно-массовых мероприятий. То есть если елку главы управы управы района организовывают в районе Восточном, то елку для детей поселка Акулово сегодня была организована в поселке Акулово здесь для ваших же ребятишек. То же самое касается крупных праздников. Это в Масленице, если мы проводим в Восточном, то у вас проводит теперь уже администрация. Что хочется отметить, что ребята в школе 448 участвовали в реализации программы, направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Принимали участие у нас три школы. Красная и белая школа, как мы называем их в поселке Акулово, традиционно сложилась зеленая в поселке Акулово и две в поселке Восточном. Так вот, учащиеся школы 448 вошли в финал и были награждены двухдневной поездкой в город Смоленск. То есть очень приятно было смотреть вот эту рейтинговую таблицу, когда крупные районы Измайлово, Гальяново, когда, допустим, из 20 школ они выбирали самую лучшую, а мы заявили три школы, все, которые у нас есть в районе, и одна школа вышла в финал и была награждена вот такой замечательной поездкой. Ребятам это все очень понравилось. Теперь, что касается благоустройства объектов в социальной сфере. Благоустройство школы 448 у нас было в 2012 году, она проходила по программе системы образования. В этом году у нас немножечко поменялась система финансирования, и мы благоустроили школу номер 664. Сделали большую площадку спортивную, футбольную, небольшой детский городок. В 2014 году у нас запланировано благоустройство детского садика. Насколько мне известно, вопрос с капитальным ремонтом школы детского сада, которая расположена в Акулово, до конца еще не решен. Поэтому в план благоустройства они не стали включаться по одной простой причине, что там нужны немножечко другие вложения. Пользуясь случаем, мне хочется вас пригласить 20 понедельник, 23, спасибо. Мы привезем к вам сюда наш замечательный ансамбль самодеятельности. У нас есть замечательные бабули, которые поют. Поэтому я вас всех приглашаю в понедельник в наш клуб сюда в 2 часа. Мы приглашали, но, к сожалению, было очень мало народа, по-моему, к дню начала войны, да, Михаил Иванович? Они к нам приезжали, да. Поэтому здесь, в канун Нового года, замечательные наши пивуни, вы можете им подпеть, посидеть, прийти на это небольшое такое неформальное мероприятие. Мы сделаем объявление по всем домам, но, пользуясь случаем, прошу вас, приходите. Вот иногда, ну, неактивно вы бываете, хотя, в принципе, ну, вы не работаете. Почему днем не посидеть, не послушать своих там сверстниц? Они с удовольствием поедут. И они меня очень просили отвезти их в Акулова. Вот, да, очень просили, но, используя случай, мы решили их сюда пригласить. Вот краткая справка о том, чем мы занимались в 2013 году. Чем мы будем заниматься в 2014 году. Также у нас сохраняется порядок предоставления материальной помощи. Мы активно работаем с социальными работниками, поскольку прекрасно понимаем, что документы иногда трудно передать. И не встречали никогда никакого сопротивления, если кто-то, просто не находящихся на обслуживании жителей, передает через них, там, через нашу маршрутку документы, все документы до нас доходят. Поэтому, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, которую самостоятельно не можете преодолеть, вам нужно оказать материальную помощь, у нас существует определенный порядок. То есть, вначале вы подаете заявление, да, с просьбой оказать. Мы рассматриваем, но к заявлению должен быть приложен комплект документов. Собирать его ровно 20 минут, потому что вы заходите в МФЦ, многофункциональный наш центр, и все документы, которые нужны, вам там быстренько наши специалисты делают. Причем есть у нас договоренность и с поликлиникой, и с МФЦ, что в среду, когда приходит у нас маршрутка, Акулова у нас идет без очереди. Хотя, в принципе, был кто-то из вас в МФЦ в нашем, получали справки. Но очередей там практически нет. То есть, девочки, да, работают очень активно, очень оперативно, никаких нареканий, по крайней мере, я ни от жителей поселка Акулова, ни в Восточном, в их адрес не слышала. То же самое касается в вопросах приобретения товаров длительного пользования. Если у вас есть законные основания, вы являетесь одиноко или одиноко проживающими пенсионерами, инвалидами первой и второй группы, участниками ветеранов Великой Отечественной войны, мы также рассматриваем все эти вопросы. И по 484-му постановлению правительства Москвы нам, депутаты, согласовали объем финансирования на реализацию социальных программ в таком же объеме, как на 2013 год. Потому что они прекрасно понимают, что социальную политику как бы нельзя урезать, потому что это живые люди, да, и как бы мы должны им помогать. Я знаю, что будет еще проводиться обследование квартир и тружеников тыла, и участников Великой Отечественной войны. Но мы, в принципе, все потребности, которые у них были, мы уже, по-моему, в силу удовлетворили. Единственное, что категория труженики тыла, она немножечко была в стороне, но сейчас вся страна у нас готовится к 70-летию победы, поэтому нужды и проблемы ветеранов встают на первое место. Теперь, что касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Так, давайте вопросы по социальному обеспечению ко мне. Есть какие-нибудь? Пожалуйста. Вы назвали сумму, вот 420 выделено на обеспечение материальной помощи. Как у вас совпали расходы? Потому что у нас пользуются, вернее, ну, как по стране нам доносят, что выделили, а где эти деньги, и дошли ли они до назначения. Вот у вас такой небольшой, как говорится. Я вам хочу объяснить, что у нас, как дебет с кредитом, у нас сходится. И мы, я поняла ваш, значит, это бюджетные деньги. Почему я так вот говорю всегда, комплекты документов, и не обижайтесь, что кому-то отказали, потому что видим, что у вас семья немалообеспечена. Это строго, это бюджетные деньги. Мы собираем пакет документов, и он хранится, чтобы потом проверяющий орган мы объяснили, что вот проживает такой Иван Иванович, он одинокий, у него действительно вот такая ситуация. Он столько-то денег потратил на лекарства, а у него вот не хватает. Поэтому у нас все денежные средства, мы не сидим на мешке с деньгами, вот, ради принства вы нам выделили, а мы никому ничего не дадим. Нет, мы рассматриваем. Иногда, ну, и у вас тут есть как бы неблагополучные мамашки. Ну, работаем с ними и помогаем не маме, а детям. Это понятно. И я еще, второй вопрос. Много говорили о нашей школе, насколько вопрос подбивился к решению о том, чтобы дети, проживающие в 50 метрах от этой школы, не имеющие регистрацию московскую, посещали все-таки и лагеря, веки, вот там, земли, вот как бы, да, и... Они что, не куда-то ушли? Они что, не куда-то ушли? Они что, не куда-то ушли? Нет, а ведь не будет. Все говорили о руководстве, наше удалось, ситуацию всю, которую мы обсудили. А кто нам скажет, вы как молча пришли, а вы хотели вас слышать? Ну, смотрите, это ваши жители, поэтому они прописаны у вас. Может быть, вы тогда расскажете. Действительно, это будет правильно. Давайте. Так я закончу вопрос. Прорабатываете этот вопрос или нет? Меня, например, это очень волнует, потому что у меня возникнет такой вопрос. Я объясню, вот мы на эту тему сейчас разговаривали с уважаемым представителем, таким, представительной делегацией, граничащих с нами районов. Записываются дети сейчас через программу, которая стоит в компьютерах. То есть вы через интернет записываетесь в садики, в школы. И там обязательным пунктом внесение места прописки. Вот если у вас нет места прописки в Москве, то вы не сможете записаться ни в садик, ни в школу. К сожалению, такая программа. А мы-то на московской земле живем. Дома-то наши стоят на московской земле. Нет. К сожалению, нет. Ваши дома стоят на земле под Москвой. А когда будет решен вопрос? Ну вот давайте мы сейчас попытаемся доложить вам, потому что все это время, длительное, достаточное время мы обсуждали со всех сторон. Мы, правда, 47 минут практически обсуждали. Значит, смотрите, какая ситуация. Уж таким образом сложилась, что в те годы, когда дома были построены, вот с того момента, когда дома были построены, построены, они были водоканалом. Вы это помните, да? Помню. И в тот момент, когда начали люди прописываться, вы помните, какую прописку ставили? Областную. Областную. Вот я вам хочу сказать, что в тот момент водоканал не доделал свои, и не довел до конца те обязательства перед людьми, которые он гарантировал. Вы помните, да? Те, кто работали. Это были люди, которые работали на водоканале много лет. И которые зачастую, они оставались там работать, ожидая квартиры, и понимая, что они при этом окажутся жителями Москвы. К сожалению, водоканал свою работу до конца не довел. Мы сейчас вот должны это констатировать, потому что вот мы обсуждали этот вопрос с представителем администрации соседней, Пушкинской. И земля, к сожалению, не была передана Москве. Она была передана в пользование. Кто виноват? Ну вот сейчас просто показать пальцем, сказать, вот они, вот они все нехорошие и так далее. Просто в тот момент действовали определенные законы. Они очень сильно отличаются от тех законов, которые действуют сейчас. И вот по тем законам, да, там нужно было всего лишь завершить оформление земель, которые в тот момент временно, я так понимаю, передавались на время строительства. И до конца оформления документов передавались городу Москве. Такая практика существует. И сейчас тоже дается в аренду земля под строительство. Это не говорит, что она уже стала сразу после этого принадлежать тому субъекту, который решил там. Она дается временно. А потом, после строительства, нужно закончить определенную часть своей работы. Нужно оформить правильно документы на землю, на дом. Вот этого, к сожалению, ни первого, ни второго сделано не было. Это мы сейчас понимаем, поднимая вот те старые документы, много очень документов, которые здесь, да, и вот уважаемый тоже представитель Борис Сергеевич, он огромную работу провел, у него огромное количество документов. Вот. Но из них, к сожалению, мы сейчас вот прекрасно поняли о том, что была допущена ошибка водоканала. Недоведена была работа до конца. И мы, вот жители, оказались заложниками этой ситуации. Сейчас что произошло? Вы практически 90%, уже приближается к 90% жителей, те, кто проживает в этих домах, квартиры приватизировали. И поэтому теперь эта собственность уже и не московская, она ваша собственность. Но при этом вы остаетесь жителями другого субъекта федерации, не Москвы. Потому что вы находитесь на земле Подмосковья. И вот какие шаги можно предпринять? Мы их сейчас обсуждали. Ну, во-первых, начиная с 2010 года, с того момента, как я стал главой управы, именно с этого времени начали мы заниматься с жителями по поводу перевода, в конце концов. Мы документов не имели на руках этих. И в тот момент, когда я обратился в департамент с тем, чтобы эти дома вошли все-таки на территорию, и мы их могли обслуживать в законном порядке, мне заявили, что это дело трех месяцев. К сожалению, такая ситуация была. Потому что и у департамента не было документов, и департамент не мог понять, что же происходит. Потому что он понимал, дома принадлежали Водоканалу. Водоканал какая организация? Московская. И поэтому сомнений не было ни у кого, что стоит только эту тему сейчас поднять, довести до конца, и все станет нормально. Как только мы начали получать первые документы, к сожалению, все резко изменилось. Мы стали понимать, что в те годы, к сожалению, было сделано много неправильных шагов. Теперь из этой ситуации, в которой жители оказались, прекрасно вас понимают и озабоченности, то, что не получается у вас, допустим, быть стопроцентными жителями и пользоваться теми благами, которые вы представляете город Москва. Понятно все. Есть выходы, их несколько. Первый. Продолжить работу по оформлению, по изменению границ города Москвы. Как субъекта федерации. Это потребует, ну просто, титанических усилий, но тем не менее, мы готовы к этому вернуться. Я уже встречался с заместителем председателя Московской городской думы Андреем Николаевичем Метельским, который является депутатом, в том числе и от этого района, от нашего, от Восточного. Вот. Он готов вернуться к рассмотрению этого вопроса повторно. Почему повторно? Потому что одно из обращений уже направлялось туда, подписано жителями. И этот вопрос вошел в этих шести домов, вошел в список десяти вопросов, с которыми депутаты Мосгордомы обращаются к мэру Москвы, определяя эти вопросы как самые жизненно важные, самые необходимые для избирателей. Этот вопрос он уже однажды рассматривал с мэром Москвы и давал задания разобраться и посмотреть, что можно сделать. К сожалению, в тот момент до конца это не было доведено, потому что не хватало огромного количества документов. Сейчас, подняв все документы, которые есть, я думаю, что все, потому что больше их уже и требовать негде, и искать не у кого. Вот. И тем более, что водоканал очень неохотно идет на выдачу этих документов. Это я должен признать. Потому что наши запросы письменные по представлению документации, они, в общем-то, остались без ответа. Но, тем не менее, получив документы и из Подмосковья, и от уважаемых товарищей, которые у нас продолжают заниматься совместно с нами, вот. Значит, есть вариант второй. Это, первое, я сказал, изменение границ. Второе – это обсуждение сейчас с депутатами из правительства Москвы о придании статуса, определенного статуса, который позволит жителям этих шести домов пользоваться услугами, теми, которыми пользуется Москва, за исключением одной, которую мы не можем исправить. Это субсидии. Вот субсидии мы не можем, потому что там однозначно указано в законе только жителям Москвы. А вот то, чтобы вы могли школу детей отдавать, детский сад, вот этот вопрос мы можем проработать. Но это, опять же, я хочу сказать, что это на ваше решение. Как вы считаете возможным? Достаточно для вас будет этого, что вот вы будете пользоваться садиками и школами? При этом третий вопрос возникает – вопрос обслуживания домов. Вот, чтобы вы понимали. Это, наверное, самый такой вопрос, насущный, потому что никто не хочет остаться там без внимания и для того, чтобы дома обслуживались качественно. По закону вы можете выбрать любую управляющую компанию, любую совершенно, находящуюся на территории России. И вы можете, соответственно, оставить ту компанию, которая сейчас вас обслуживает, то есть это дирекция заказчика, которая с 1-го числа, с 1-го января будет преобразована в ГУП-жилищник. Государственное и монетарное предприятие. То есть будет предприятие абсолютно новое, государственное. И оно будет продолжать обслуживать, вас также убирать и наводить порядок, и все. Но при этом обслуживание дома нужно будет заключать с каждым из вас договор. С каждым из тех, кто проживает в этих домах. Нет, а вот еще один вопрос. Вы говорили в прошлый раз, озвучивали, Мария Николаевна была пьяно озвучила, что якобы оплата коммунальных услуг с 1 января 2014 года будет как бы подразделена. Да. Да, потому что в этих домах есть, ну процент этот постоянно уменьшается. Сейчас порядка 18 процентов, ну разница есть в разных домах, там есть еще остались жители Москвы. То есть квартиры, которые принадлежат Москве. Муниципальной собственности. Не приватизированы. Не приватизированы. У них останется оплата прежней. А у нас? А у тех, у кого прописка подмоскована, оплата изменится. Но она изменится не настолько. Ну вот просматривали порядок цен. Порядка 30 процентов разницы останется у вас меньше. Все равно вы будете платить, чем по требованиям подмосковья. У нас 30 процентов завысило. Если учесть, что вас, предположим, вот уже сейчас 1 декабря повысился. Это коснется всех. И москвичей тоже. Нет, я понимаю. А сказали, что в этом году все еще и с газом пролетают. Нет. То есть остается прежней. Нет, летом цена поднимется. Ну, во всяком случае, разница будет значительная. И вот нам докладывали на одном из собраний, что подали в суд, там, в арбитраж, чтобы нам оставили оплату, да, оплату, как бы прежней. Ну, мы не можем ее сделать прежней. То есть вы предлагаете, чтобы организация, которая будет вас обслуживать, отработала себе в убыток. Так не может быть просто. Это государственное учреждение, оно в убыток просто не может работать, потому что организация должна получать субсидии на жителей, проживающих в Москве. Так определено законом города Москвы. Дмитрий Сергеевич, а как долго занимать будет этот по времени вопрос? Хочу сказать вам сразу, вот в обсуждении активно принимали участие Николай Анатольевич и... Да, Борис Анатольевич. Значит, я вам хочу сказать, что путь не близкий. Нужно запастись терпением. Потому что после того, как будет принято решение, если оно будет принято, изменение границ субъекта федерации, все равно это решение должно будет быть принято и утверждено муниципальными образованиями. А я так понимаю, сколько присоединяется, получается, в этом участие я должен принять? Три. Ну вот, тогда мы насчитываем пять, это пяти образований муниципальных, депутаты должны будут принять решение об изменении границ. Это, чтобы вы понимали, это не короткое время. Ну это понятно. Скажите, пожалуйста, а вот уважаемые депутаты Кушкина, они могут нам помочь? Они готовы нам прийти на помощь? Ну вот можете задать представителям как раз администрации, они могут вам подсказать, как видение с их стороны. Кто-нибудь выскажет сам? Я могу сказать только одно, что законом Московской области 2005 года утверждены границы Кушкинского муниципального района и городских и сельских поселений в ходячих состах Кушкинского муниципального района. И вот эта территория, на которой расположены дома, они пошли в границе городского поселения Кушкина, и, соответственно, граница городского поселения Кушкинского муниципального района. И, конечно, у нас, так сказать, это наша территория района и города, и изменение границ, это вопрос очень серьезный. И он может быть только решен. Изменение границ может быть только на основании соответствующего закона субъекта Российской Федерации. В данном случае и закона города Москвы, и закона, да, то есть это сложный процесс, он подлежит правовой основанию. Сейчас я на своем уровне, конечно, не могу вам сказать. Вы готовы нам прийти на помощь? Вы заинтересованы не отдавать нас, упираться будете? Или ради бога? Здесь вопрос идет не о домах, здесь идет вопрос о границах. Я просто вам не могу сказать это. Понимаете, это вопрос совершенно серьезный, который определяется не решением Совета депутатов города Пушкина, и даже не решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района. Это определяется законом Российской Федерации, потому что затронуты границы нескольких муниципальных образований. Но если вы не в вашей власти, тогда непонятно будет. Да нет, как раз все понятно, потому что мы должны были понять, какие документы есть и куда двигаться. Документу Бориса Сергеевича, документу он говорил, что земля была отпущена в бессрочное пользование, и кто смог изменить ее просто на пользование земле? Кто-то вот решил этот вопрос? Передача в пользование это не передача в границе города Москвы. Была передана земля в 1994 году в пользование Аколовскому гидросу. Нет, срочное, бессрочное, вроде бога. Но на этой земле стоят дома. Вступил в действие в 2005 году жилищный кодекс, который говорит о том, что земельный участок, с момента подстановки из Казахстана, в котором расположен дом, переходит в общую долевую собственность собственников жилых помещений в этом доме. Поэтому в данной ситуации вопрос принадлежности земельного участка городу Москве, например, Аколовскому гидроузлу никоим образом не говорит о том, что прописка будет город Москва. У нас на территории города Пушкина есть много ведомственных домов, которые построены министерствами обороны, различными заводами, понимаете? Но это не означает, что прописка в этом доме город Москва. У вас у всех регистрации написано Пушкинский муниципальный район Московской области, но нигде нет города Москвы. Это говорит о том, что вы находитесь в границах Пушкинского муниципального. Минуты, вы оговорились о том, что земля, значит, как вы переходите к собственникам. Под домом. Вот если вам не жевать, с момента постановки на Казахстан в учет. И у собственников жилых помещений возникает бремя несения налога земельного. Сейчас никто из вас не платит этого налога. А потому что нам еще никто не сказал, что правильно, а как это оформить? И Москва не платит. Минуты, минуты. Давайте конкретно, если я являюсь собственником, сколько мне принадлежит? Как я эту землю могу оформить? Я могу ее оформить? Но это не будет город Москва. Понимаете, у вас вопрос идет о том, чтобы у вас была регистрация города Москвы. Но, к сожалению, это не позволит. Возможно, только изменения границ. Ну, как он получает? Понимаете, вот именно, и никто его не решает, не вырывает. Это закон, вы говорите? Это разве закон, если мы не можем оформить это законодательно? Как говорят сейчас, в одно окно. Нет, вы должны понимать, нет, мы сейчас о другом говорим. Вот и вы тоже говорите не о том совсем, о чем говорит уважаемая женщина. Послушайте, послушайте. Значит, если вы даже сейчас приватизируете землю, да, то есть вы получите землю, эту долевую собственность, вы получите именно долевую. При этом вы останетесь в границах Подмосковья. Я поняла это. Вы в Москве не окажетесь. Я поняла это. Но как вот можно решить все-таки этот вопрос? Это что такое глобальный? Но я же перед этим сказал вам вопрос. Это такой глобальный вопрос? Это очень глобальный вопрос. Москва является субъектом, отдельным субъектом федерации. Понятно, что... И для того, чтобы изменить границы субъекта федерации, потребуется решение... Надо писать Путину, да? Он будет изменять только. В том числе, если его подписью будет изменение. В том числе. Потому что это касается границ. Есть ли это реально? То есть какая это надежда? Есть ли это? Мы надежды не оставляем, мы занимаемся. Мы продолжаем продвигаться. Мы еще раз говорю, мы сейчас встречались с Андреем Николаевичем Метельским. Он готов рассмотреть этот повторный вопрос. Мы готовы снова встретиться, объяснить всю ситуацию с представлением уже того комплекта документов, которого не было в прошлом году, когда мы обратились. Потому что тогда было очень мало документов по этому поводу. И действительно разобраться в ситуации, каким образом она случилась. Почему произошло, что дома, которые должны были стать Москвой, и они и планировали стать Москвой, потому что водоканал был к московской организации, и он строил дома. И он должен был зарегистрировать эти дома в Москве, но этого не произошло. Вот ко всему, если этому вернуться, то очевидно, я думаю, что все-таки Московская городская дума нас поддержит с обращением к мэру Москвы. Да, кстати, по профессии могу сказать, буквально вчера мне сказали. Многие, кто получал квартиры на Солнечный, в переулок Молодежный, значит, жили в Москве. И так, как вот сказали, это войдет в территорию Москвы, они оказались теперь жителями в Подмосковье, они родились в Москве, жили в Москве, и квартиры были, а теперь они никто из этих... Но это, к сожалению, так сложилось. Конечно, я об этом и говорю, что люди, которые работали, я уже возвращаюсь обратно к своим словам, они считали, что да, они им обещали, им сделают. Но, к сожалению, этого не произошло. По причинам теперь уже установить трудно, почему в 1994 году до конца не было формы. Но, по крайней мере, мы со своей стороны не оставляем вот свои попытки все-таки довести до логического завершения, потому что, в принципе, людей обманули в то время. Это уж прямо говорит. Вашей полномочий достаточно будет во времени, чтобы это дело довести до конца? Или новый кто-то придет, и опять начнем... Да нет, ну мы намерены... Ну, я вам скажу. Мои полномочия были подписаны мэром на следующие пять лет. Я думаю, что за это время мы постараемся до конца, до логического завершения это довести. Я все-таки считаю, что первым шагом, наверное, потому что вот путь изменения границ, он очень длинный. Очень. И первым шагом будет о том, чтобы мы нашли понимание у правительства Москвы, чтобы все-таки придать статус домам этим, чтобы вы могли пользоваться все-таки садиками и школой. Хоть первым этапом. Да, хоть первым этапом, чтобы вы чувствовали себя все-таки москвичами. По медицинской помощи. Вот по медицинской помощи. Нет представителя от... Есть. Вера есть. Вера есть. Вера Ельинична, да? Дело в том, что я приглашал главного врача Дрошнева, Ватислава Михайловича, и так совпало, что у него было совещание в другом месте на уровне департамента. Вот. И он приехать просто не успевал физически. На следующее совещание мы обязательно пригласим Назарову, Ирину Александровну. Это главный врач больницы номер 57. С которой объединяется наша больница. И мы обязательно пригласим. И вот, наверное, через два месяца это будет. Потому что в следующий месяц встреча у меня в Восточном. А через один месяц встреча с вами. И постараемся тогда все вопросы обговорить. И уже какие-то изменения по объединению. Там более понятна станет ситуация по врачам, по планам городской больницы. И тогда, может быть, действительно... Я планировал пригласить ее сегодня. К сожалению, она в отпуске. И не успела вернуться. Поэтому, наверное, будет даже лучше, что мы через два месяца поговорим о больничных проблемах. Много проблем. Я с вами абсолютно согласен. Их надо решать. И решать мы их будем тоже последовательно. И одно могу сказать, что никто вас здесь, на произвол судьбы, не бросит. Поскольку происходят очень большие изменения в Москве. Изменения все эти, они направлены на улучшение жизни москвичей. Поэтому мы именно к этому стремиться и будем. Не ухудшение, а улучшение. Поэтому мы не оставляем работу с теми жителями, которые даже являлись жителями Подмосковья. Но я считаю, что они были в свое время обмануты. Поэтому мы постараемся каким-то образом помочь. Но я не могу гарантировать, как это решится. Потому что если правительство Москвы примет решение, что нецелесообразно, ну тогда, ну верно, я не знаю, какое-то ваше нужно будет тогда решение, что вы согласны с этим, не согласны и так далее. Но я хочу вам напомнить, что при этом вы остаетесь жителями другого субъекта Федерации. Вы жители Подмосковья. Дальнейшее обслуживание вас, организации, которая создается ГУБЖИЛИЧНИК, оно продолжится. Будет наводиться порядок. Кроме того, я вам хочу сказать, что, во-первых, проведена большая работа, я не знаю, говорили об этом до меня или нет, о том, что у нас РЭУ-56, все сотрудники переходят в эту организацию. Вот. И, да, РЭУ-62, да, переходят в организацию новую. И будет добавлена техника здесь. Вот. Добавлено количество работников. Вот. Кроме того, самое... Да, да, да. Мы в первую очередь, в первую очередь ставим себе задачу привлекать жителей района. В первую очередь. И когда уже не будет хватать, тогда мы будем заниматься. Мы уже сейчас эту работу провели. Мы во все прилегающих, на все прилегающих территориях мы подали, развесили объявления и обратились к администрациям с тем, чтобы помогли нам с работниками, которые могли бы, жители Подмосковья, работать у нас. И это, в принципе, было бы нормально. Вот. Ну и самая такая тяжелая, важная проблема, поскольку у нас присутствует и в начале пожарной части, здесь нет у нас практически жителей, не защищенных в случае полупожарной безопасности. Вот. Значит, изменения вредут. Мы здесь, пожарную дружину, которую запланировали, и она уже начала формироваться на базе РЭУ-62, мы ее сделаем. Здесь будет своя пожарная машина. Мы проговорим с руководством МЧС для того, чтобы создать здесь максимум возможностей для того, чтобы по пожарной безопасности мы могли полностью тему здесь закрыть. Потому что машина из района Восточный сюда, в лучшем случае даже по закрытой территории, она будет идти 40 минут, а это время прогорания. То есть, это уже головешки. То есть, это неправильно. Вот мы как раз проговорим это с главврачом, с Назаровой, вот, с Ириной Александровной, мы проговорим эту тему для того, чтобы, я думаю, что мы ее решим. Потому что это тоже жители, вы жители Москвы, и сюда же, чтобы сюда постоянно, во-первых, попытаемся изменить режим работы поликлиники, которая здесь. Потому что, на самом деле, это ненормально, когда 5 часов и все, и до свидания. А в остальное время жители, как должны жить. Мы это понимаем, чтобы вы понимали, что мы ваши проблемы все держим на контроле и постараемся пошагово, чтобы вы понимали, ну, нельзя сделать все сразу и хорошо. Пошагово мы постараемся все ваши проблемы решить. Виктор Сергеевич, а раньше вот была договоренность с Кушкинской скорой помощью? Была. Неужели нельзя, всего лишь такое сотрудничество у нас идет в области и города? И сейчас, я по-моему, понимают друг друга наши руководители. Понимают, понимают и находят, находят, да. Неужели нельзя решить вопрос? Нет, мы сейчас говорим полностью об Акулово, потому что скорая помощь это для Акулово. Нет. Да. Это к нам не ездит, это нам надо решать вопрос, чтобы 17-е по Акулово. Ну и что, о чем делаем? А про это я и говорю. Вот как раз это мы будем решать. Пошли, ускорение поедет в Акулово. Она за нас и говорит, она и беспокоится за Акулово. Я и скинулась за Акулово. Уважаемые жители, я так понимаю, все вопросы успели уже все обсудить. Время, время у нас как бы отпущенное стекло. Мы здесь, я просто хочу до вас довести до сведения, здесь каждый второй понедельник. То есть вот понедельник, через один понедельник я дежурию здесь, принимаю население. И вы можете подходить. Да, в РЭУ-62, на втором этаже. Подходите, уже огромное количество, уже 15 человек на прием подошли. Проблемы мы пометили, мы их решаем. Все до одной проблемы, мы постараемся, те, которые вы объявляете, мы постараемся все их решать. Поэтому подходите, обращайтесь, мы будем с вами тогда дальше продолжать работать. Спасибо вам. И каждый второй вторник прием депутатов здесь в клубе.